Как и любое другое соревнование, это начинается с подготовки. Пока спортсмены разминаются без устри, кидая мяч в корзину, тренеры думают над тактикой будущих поединков. Судьи заполняют необходимые бумаги и проверяют работоспособность светового табло. Обычно турнир памяти Михаила Груздева проходит в тренировочном зале, но сегодня случай особый. Сегодня 5 лет, как не знал Михаил Борисович, и такой грустный юбилей для нас. Поэтому мы в большом зале, команду мы позвали сильные, чтобы турнир прошел интересно в борьбе. Надеюсь, что все получится. Михаил Груздев один из тех людей, кто немало сделал для становления в Ленинском районе такой эффектной и азартной игры, как баскетбол. Под его руководством немало мальчишек приобщились к этому виду спорта. Михаил Борисович был первым председателем Федерации баскетбола Ленинского района. Он организовал немало районных первенств, а также под его руководством была создана команда, которая ныне является неизменным участником областных соревнований. Кстати говоря, в нынешнем турнире принял участие сын Михаила Груздева, Алексей. Поскольку людей, которые знали и уважали Михаила Груздева немало, было решено не ограничивать географию участников только Ленинским районом. Почтить память старшего товарища, наставника и тренера, собрались представители четырех баскетбольных клубов. Команда «Вега» и «Баррель» были из Москвы, «Домодедовая» и «Видная», соответственно, из области. Турнир прошел в формате финала четырех. Два полуфинала и игры за первое, второе и третье, четвертое место. На ножках сели, высоко не выходим. Со сменой внимательно. Фоллы, как называют наказание в баскетболе, конечно, были. В таком динамичном виде спорта ошибки спортсменов обычное дело. Но в играх Кубка памяти Михаила Груздева царила особая, дружелюбная атмосфера. На площадке не увидишь грубой игры, ожесточенных споров с судьями, всего того, что комментаторы называют неспортивным поведением. Оно и неудивительно. Ребята, они играли практически во всех наших командах. Кто-то вырос, кто-то переехал, кто-то... В общем, они, естественно, друзья, они знали Михаил Борисович. Михаил Борисович знал их. То есть они практически все играли здесь. Соперники мы на площадке, друзья, в ней идем. Несмотря на дружбу, все же соперничество было преобладающим. По итогам состязаний первое место заняла команда «Баррель». Вторыми стали домодедовские спортсмены. Третье место взяла московская команда «Вега». Максим Козлов, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова